Да, привет, друзья! Так, тут решил что-то поснимать, нету какой-то определенной темы, есть несколько посылок, ну и посмотрим, что как пойдет. Да, посылочка у нас из Ульяновска, и вот тут интересно так упаковано, вообще по-хозяйски, что называется. Качественно упаковали, вообще, придется разорвать. Вот так вот уж, вот так вот. И тут все запечатано качественно. Тут уже почтовики потрудились, по всей видимости. О, денежные средства, дензнаки. Да, 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 что-то было такое общение с человеком, не знаю, как мы там склонились к такой форме, что вот так вот прямо нам отправили. Ну ладно, это окей. Да, кстати, может быть, интересная тема из этого получится. Вот вообще, да, по стоимости, по вот этим, по дензнакам, может быть, сейчас просуждаем, интересно. Так, у нас телефон. Ох ты, интересно. iPhone SE. На самом деле, в наши дни это довольно вожделенное устройство для многих. Вполне актуальное, быстрое, компактное, классное, недорогое. Ну и вот такой дефицит. Многие спрашивают, есть ли, есть ли, есть ли. А нету, нету, нету. Так, и здесь, да, человек приобрел бэушный аппарат с таким вот неприятным демиджем, что здесь замятие корпуса довольно такое сильное, прямо уведено. Как бы вовнутрь вниз, это частая вообще проблема на них. Определенно есть центр тяжести, он как бы падает вниз головой, и вот происходит вот это вмятие-замятие. Прямо, да, вот так вот он загнут вовнутрь получается. И от этого всего у нас расслоение экрана, люфтит. Ну и просто эстетически это не круто. Да, будем приводить в нормальный вид, проклеим экран, заменим корпус, тут в принципе делов на немного. Ну и человек, да, попросил как бы завизировать, что вообще, что он такое приобретение сделал, как там внутри, как там что. Ну, снаружи вроде бы все окей. Не было никаких показаний ни по батарейке, ни почему, видимо, в остальном нареканий нету. Собственно, меняем корпус, проклеиваем рамку дисплея, и все готово. И да, интересно, у нас будет еще следующая посылка, там будет телефончик с такой историей. Вообще, как бы история получается, вот я подумал вообще о таком, когда увидел гензнатик в мешочке. Вот такой вещи, как вообще, как ценообразование, и как вообще вот в наши дни, казалось бы, да, вот в такой вроде бы нестабильность, но когда там и курс вроде бы стал недорогой, который мы уже не видели много лет. Но почему-то цены в некоторых моментах не изменяются. И вот тут немножко такой у меня есть пользовательский вопрос по каким-то таким вещам, и как бы такой небольшой ответ с точки зрения нашего бизнеса. Ну вот, попытаемся вот это все обсудить. Так, вот здесь быстренько, быстро, но ускоренько сделаем, и перейдем там к следующей теме. Тут, в принципе, стандарт, все сделаем по красоте. Интересно, сверху такое матовое стекло дает зернистость, распадывается немножко изображение, особенно вот на тексте хорошо видно. Но вещь такая, она довольно прикольная, не зажирняется. Так, да, немножко попроверял, посмотрел, вообще по-хорошему здесь как бы уже и батарейка подходит. Как бы оставлять так, ну может быть еще с одной стороны преждевременно, а с другой стороны в один раз это бы все сделать, было бы тоже правильно и логично. Так, ладно, этот момент уточним. Собственно, стандарт, делаем. Корпус, да, конечно, менять только в данном случае, тут ничего не придумать. Не выгнуть, никак это не сделать, то есть это эстетически будет неправильно. Может поджать кнопку от этих выгибаний, то есть эти все истории мы проходили, в данном случае только замена. Казалось бы, да, вроде бы можно так пользоваться, но вот эти все истории, они отражаются. На глазке камеры, в виде вот такого запыления, ну и плюс экран расходится, это не круто. Да, да вообще, да, не круто, не круто, на самом деле. Делаем. Так, да, как обычно, констатация при вскрытии, есть вот такое опять вот запыление, это как раз таки вот из-за этих корпусных историй. Ну все это очевидно, на самом деле, стандартно. А так, да, приобретение довольно хорошее, ну если вот не думать об этой вещи. Это оригинал, не скрывашка, но немножечко валяшка. Все родное, все на месте. Тут, чтобы владелец был спокоен. Ну и да, вот она и съешка, раскиданная вообще полностью до последнего винта. Да, я всегда вспоминаю то время, когда было вообще таким каким-то наказанием менять корпус на iPhone 5, потому что это казалось ну просто нереал вообще. Каким-то очень сложным вообще, невероятным заданием. То есть были такие моменты, да, когда приходилось делать корпус, замену там на пятерку, там на 5s, да, и вот там если кто-то там есть в коллективе, то когда определяешь, кто это делает, это как наказание для кого-то. Кстати говоря, количество винтов и вот этих всех штук в более новых телефонах уменьшается, это тоже не раз показывал, там двенашка, даже, а нет, тренашка, там уже вообще на трех винтах держится, сама плата. То есть так все очень эволюционирует, как я это называю. Ну, довольно все прикольно. Так, вот здесь вот так вот выглядит страшно, но на самом деле это не где-то вообще, это ничто. Это очень легко. Все на месте, полная проекция, вот так, вот так, вот так, вот так. Новый корпус. Новый корпус. Да, вот она стандартная проблема, как раз таки от поджатого корпуса, да и вообще здесь минимальный область проклейки изначально идет, то есть наиболее уязвимое место. И еще. Плохо просвечивает. Все почистим, все проклеим. Так, есть один готов. Все по красоте в новом виде. Так, ну и да, ребята, продолжаем. И да, вот посылочка, на которой я хотел рассказать интересную тему. Да, кстати, от наших соседей из Челябинска. Это не так далеко. Да, и интересную цену по тему, вернее, по вообще по цене, по ценообразованию, там по всяким таким моментам, ну около этой темы. Что это? Я думал, тут какая-то записка, но нет, это какая-то... Я просто даже не понимаю, что это. Так, да, вообще история всплыла. Первый раз человек написал еще в марте месяце. И значит, было обозначено по стоимости, там стоимость восстановления. Но видимо, да, все это время телефончик лежал. Может быть, там как-то, не знаю, денежку копили, либо что-то. С марта прошло довольно много времени. Вот эти всякие, как сказать, сейчас нет, наверное, людей, которые не следят за курсом доллара, еще за какими-то жизненно важными, так скажем, темами, чтобы понимать там вообще цены, что происходит. Ну и вот, да, я сам посмотрел переписка месяц назад, грубо говоря, в марте. Там обозначали одну стоимость. И человек обращается через вот это все время, типа, вот сейчас вам отправляю. На самом деле, да, стоимость поменялась, по-честному, поменялась. В меньшую сторону, как ни странно. Ну, вообще, вообще логично. Но вот, как бы, к чему рассказ, многие вещи не меняются так, как они вроде бы должны были меняться. Да, по-честному, у нас поменялась цена, там ничего не стал человеку писать. Тут просто уже в конечном итоге обозначим меньшую стоимость. В частности, это будет, не буду обозначать, как обычно, в абсолютных цифрах. В процентном выражении, ему процентов на 15-20 этот ремонт обойдется дешевле. То, что мы с ним обозначали изначально. А сам почему задумался о подобной теме тут недавно, да. Как бы, ну вот, на такие наболезненные темы, если переносить всю нашу деятельность, там, что, допустим, близко самой, это какая-то там автомобильная тематика частично. И да, недавно общаюсь тут с разными людьми, там, по этой теме, как бы, понял такую вещь, что там, на самом деле, в этих областях, там, в автомобильном обслуживании, там, в какой-то бытовой технике все, наоборот, как бы, не как-то не коррелирует вот с тем, что происходит падение курса, там, еще что-то. А наоборот, идет, там, какой-то дефицит удорожания стоимости, там. Ну, в общем, это можно обозвать спекуляциями. На самом деле, да, так и есть. Может быть, кто-то там что-то напишет по этому поводу. Не хочу, там, как-то, чтобы все как-то от этого злились, сатанели на какие-то там, на какие-то организации, либо на что-то. На самом деле, здесь все просто. Рынок, он отрегулирует вот это все дело постепенно. Просто нужно дать время. Если сейчас есть какая-то возможность, ну, не сейчас, а какая-то возможность отложить что-то, подождать там, что-то не горит, ну, вот логично, наверное, да, вот это так и сделать. Возможно, что и произошло. Но и у этого человека в данном случае тут все по-честному, не спекулируем на этом деле никак, никогда не пытались. Не следим, не ориентируемся по ценам, кто там, так сказать, конкуренты. На земле там, что происходит, тоже не смотрим на это. Имеем свою маржу от закупочной стоимости, она индексируется, соответственно. То есть, если дешевле покупаем, то, соответственно, дешевле и продаем. На чем стоим, собственно, и стоять будем. Да, я думаю, что для человека здесь будет приятным сюрпризом. На самом деле, более дешевое вот это исполнение всей работы. Интересный вообще у нас тотал такой, просто, просто я даже не знаю, что произошло. Опять-таки, вот этот правый верхний угол с предыдущей аналогией, да, телефоном. И вот тут я даже не представляю, что здесь вообще. Видимо, такой удар компрессии аж вот так вот это дело все отодвинуло. Наверняка здесь могут быть еще проблемы после ИФАМ, как минимум, антенна NFC оторвана. Так, да, надо по-хорошему включить, проверить все это дело. Включаем, проверяем. Да, кстати говоря, не сказать, что по всем позициям вот такое удешевление происходит. Но какие-то вещи, да, закупались более там в дорогой стоимости, сейчас они остаются по-прежнему. Но мы делаем такую вещь, что как бы стараемся отталкиваться от текущей цены. Опа, а у нас он еще в режиме восстановления. Так, ну и тут, похоже, у нас интересная история. Да, вот так проглядывается изображение. И он у нас в режиме восстановления. Так, а это у нас может быть всего лишь потому, что у нас зажата кнопка блокировки, вот так скачок замотанным. И он из-за этого может в него падать. Так, размотаем скотч. И давайте уже подключим, наверное, полноценный экран, и чтобы было все наглядно. Да, что хотел сказать, мы такую вещь делаем, что, допустим, если цена купили задорого, но закупочная стоимость деталей падешевела, то, соответственно, мы смотрим уже туда, уже немножко на фьючерсную цену, так сказать, то есть, которую нам предстоит покупать, по которой стоимость. И, соответственно, от нее индексируем. Немножко в чем-то такое поведение, может, в чем-то мы теряем, но в этом плане хорошо, что мы не заставимся и остаемся, как я понимаю, не глядя на конкурентов, что мы остаемся все-таки конкурентными по стоимости. Ну и я надеюсь по качеству. Вообще, да, еще такой интересный момент, что вот я не помню, честно сказать, таких недорогих цен вот именно на запчасти в нашей сфере. То есть тут, по-честному, китайские люди тоже все пересчитывают, как бы, курс наш теперешний сравнялся с их, по которому они отпускают, вроде все стабилизировалось, и цены вот, я не помню, таких цен вообще самые недорогие вот сейчас идут. То есть все-таки вот эти все моменты должны рынком регулироваться. Если вам какая-то там, не знаю, монополистическая организация, там, официальный сервис какой-то, либо что-то, ну, в тех же автомобилях, да, если вот так близкую тематику народу переводить, диктуют там свои цены, всегда найдется какой-нибудь чувачок в подвале, который вам это сделает качественно и дешевле. Всегда найдется тот, кто захочет найти дешевле и тот, кто предложит найти дешевле. Вот на самом деле, это можно найти, поискать и вот, то есть не остаться без, не обслуженным, так сказать. Ох ты, тут вообще интересно как. Да, вот этот компрессионный удар, видимо, произошел, и прямо такое замятие даже характерно видно на батарейке, то есть когда прямо сжатие такое происходит, материала и прямо ее повело. Но вот это не страшно на самом деле, то есть если здесь батарейка по своему объему, по состоянию, она окей, то ее можно в данном случае не менять. Нет повреждения оболочки, немножко она подмята, но это не страшно. Да, вот то место как раз таки антенна, про которую я думал, вот как раз она гибкая, гибкая шлейфовое соединение она, и она выдержала, она не замялась. Так, ну вот может быть наверняка привет камере. Так, и как бы не привет кнопке, потому что тоже она здесь зажата просто невероятно. Да, ее зажало, и как раз таки это уводит телефон в режим восстановления. Интересно, да, складывается вообще все-таки экономическое событие, вот эти вот с курсом доллара там, как обычно там не сработала та тема, которая обозначается, обозначалась довольно просто, как если что-то начинается, какой-то кипиш, да, беги покупать доллары. Вот все, кто так поступили, на самом деле очень сильно угорели, и может быть продолжают угорать до сих пор. И сон и покой потерян, и вообще многие в недоумении находятся. Да, вот в этом, собственно, есть риски вот этих всех историй. Выиграли те, кто просто все ждал, наблюдал со стороны за всем этим делом. На самом деле, да, спокойствие прежде всего. Ну, я думаю, что да, за вот этот месяц того времени, которое было у человека, как бы там, покопить денежку, либо подождать, наверняка он интересовался у себя по месту, по стоимости восстановления вот этого аппарата. Ну, не знаю, могу предположить. Ну, видимо, все-таки не было это найденного более конкурентного предложения, на самом деле. При всем при том, что сейчас мы ему еще и дешевле сделаем по обозначенным стоимостям. Конечно, тут человек мог еще не догадываться о вот таких вещах, что у него здесь может быть и камере привет. Ну, вот это сейчас мы наглядно все проверим. Так, и так, врубаем. Разрежем. Ну, и так, кнопку я, на самом деле, вообще даже отключил, потому как ее прямо зажало-поджало вообще очень сильно. Кстати говоря, здесь тоже встает вопрос по фейсу, потому что вот этот угол, видимо, принял на себя удар. И как раз-таки нам нужно вот это все дело проверить. Есть у нас пароль, пользовательские данные, и мы это посмотрим обязательно. Так, ждем, когда стартанет. Так, да, стартует у нас устройство, и с отключенной кнопочкой, конечно, да, оно включается. Так, есть, окей, загрузилось, это понятно. Так, 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 сразу по-хорошему проверить фейс и камеру. Давайте, да, тогда, а-а-а-а. Да, перенесу датчики сюда, и сразу все проверим. Вот так вот сделаем. Да, идет вызов на 112, это окей. Да, ребят, заговорили что-то про вот эту тему. Ну, как-то думал, да, про это пообсуждать, поговорить. Я упустил тот момент, что вот это же мой любимый цвет, желтенький вообще, классный, красивый телефончик XF. И это вообще раз чудесным образом, что не разбилось заднее стекло. Это невероятно. Оно в загибе, металлическое обрамление треснуло, его повело, выдавило, и при всем при этом оно целое. Это вообще невероятно. Как вообще такое возможно? Вот это вот как бы и есть, каждый дэмэдж, каждая история, она такая своеобразная, интересная по-своему. Так, да, сейчас подкину полностью со всем навесом, со всеми датчиками, чтобы полноценно проверить функционал. Так, есть разблокировка, и давайте по порядку, что первое интересует? Это меня, конечно же, камера интересует. И да, нет фокуса в ней. Вот можно посмотреть, как это называется, мыло, мыло. Так, если предположить, что здесь ее немножко увело, да, может тоже не исключено. Может быть такое, что вот эта часть сейчас вниз уходит, появляется неправильное расстояние, ну, как не сказать, не фокусное расстояние, а просто появляется недопустимое расстояние между самой камерой и вот этим глазком, и как бы она фокус делает немножко ближе, да, получается вот так. Да, нужно будет это в целом корпусе проверить. Ну, очевидно, вот это вот показывает, чтобы было наглядно. Мыло, мыло, замылено все, вот так вот, все размыто, как в тумане. Так, это раз. Да, давайте также проверим все-таки NFC в таком виде, попробуем считать меточку. Да, на удивление работает, вот за что думал, что точно, оказалось не точно. Окей, ну и Face ID, в принципе, это, наверное, самые основные темы. Так, сброс Face ID, настройка. Так, сейчас мне необходимо вот так вот, да, сместить, чтобы открыть датчики, и в таком вот виде. Есть, работает, ничего себе. Да, у нас остался вопрос по камере, но есть шанс, что никакого дополнительного вложения не будет. Работает на удивление. Кстати, человек сам предположил, что там по Face могут быть вопросы, и он был готов к этому. Ну и да, в данном случае будем собирать, так сказать, демократично, на самом деле, как и всегда стараемся предложить, на самом деле, разумно после таких тоталов. Это наша проверенная, хорошая копия экрана. Кстати говоря, да, может быть вот такие вещи, что сейчас оригинал, он на самом деле из-за дефицитных вообще влияний, такой неоправданно дорогой. А вот копии, они как-то, да, несмотря на то, что, опять же, там в Китае какие-то канители доступны вполне полноценно, и по очень, по рекордно низкой цене за всю историю. Понятно, что есть такой фактор, что стареет самоустройство, и на него как бы дешевеют детали, это такое есть. Но сейчас эти немножко факторы, они опущены, сейчас есть такие, в принципе, более экономические такие, невременные показатели. Ну вот и как раз таки по ним вот это все дело очень подешевело. На самом деле это так. Поэтому, если у вас где-то там по месту что-то цена какая-то дорогая, просто попытайтесь найти какие-то другие альтернативы. Узнать хотя бы сориентироваться. Рынок, как я еще раз говорю, он сам себя отрегулирует. Всегда найдется тот человек, тот человек, который сделает вам дешевле. Конечно, здесь важно это качество, но вот это уже, собственно, другая история. Я говорю сейчас про цены. Так, а что мы делаем? Собственно, ну по камере, да, по камере сейчас в таком виде не проверить, потому как она вот так и тут вот так. Собственно, заправим все это дело в новый корпус и там уже проверим. Я не думаю, что может быть здесь какая-то история по плате, по нарушению питания, хотя это тоже не исключено. Может быть нарушено питание управления камерой, и из-за этого она может не покатировать. Собственно, делаем и финально проверяем. Ну и да, на самом деле, не перестаю удивляться вот этому телефону. XR это все-таки такая история вообще, крайне живучая вообще. Так, не чекнул батарейку по ее состоянию, но я думаю, что и указания владельца не было никаких нареканий. Наверняка он не видел, что она в таком состоянии, но еще раз скажу, что это приемлемо, это окей. Главное, чтобы не было нарушения вот этой оболочки, перемыкания электролитных слоев и будет в порядке. Визуализация в данном случае допустима. Поехали. Да, вот, ребята, не соврать, недавно вот совсем, ну буквально накануне был диалог с человеком ВКонтакте. Не хочу там показывать вот это, поверьте на слово, что, ну человек там вот у себя как раз-таки, вот я вспомнил вот эту тему, то, что сейчас сказал человек. Спросил у нас, сколько будет стоить, соответственно, параллельно узнает там у себя на месте. Ну и дальше продолжает как бы меня нагружать, соответственно, почему у них вот так. То есть я ему сказал наши цены, а он мне задает вопрос, почему как бы у него на месте вот так. Не важно как и про что, но почему вот так. Ну и тут я уже как бы немножко так в более такой приземляющей форме ему попытался объяснить, что, блин, наверное, этот вопрос уместно туда задать. Ну он начинает говорить, что там, как я там вас смотрю, там вот это все, вот смотрю. Ну я говорю, ну если вы смотрите, почему у вас возникает вопрос там, как какое по качеству детали, по стоимости. Это все может довольно-таки сильно различаться. Качество детали, ее стоимость, это такие вещи, которые зависят напрямую. Ну и да, важно всегда найти, допустим, если копия вот как наша, это такая золотая середина, которая стоит недорого. И по качеству вопросов не возникнет. И будет работать, пока вы ее не раскукожите. Ну вот как в данном случае, вот до такого состояния. Да, вот даже по такому поверхностному признаку, то есть вот эта черность, монолитность, ее можно всегда посмотреть. На дешевых копиях она прямо серая. Здесь у нас плюс-минус более-менее черненькая. Ну и вот не знаю, да, мне уже там не стало раздувать, как там человек смотрит. Если каждый раз я это обозначаю, каждый раз я это показываю, что наша задача выбрать из всего этого разнообразия качественную, хорошую деталь, чтобы вы пользовались и радовались. И стоило это недорого, а не ваша задача за это там углубляться. Ну и соответственно вот так вот это все происходит. Так, делаем, делаем, делаем. Да, по батарейке не могу не приметить такую вещь, что батареи 2 года, 6 месяц 2020 года. Так, чекнем ее состояние. Но указаний по замене не было. Видимо еще плюс-минус окей. Вообще да, по дате могу так на скидку сказать, что может быть здесь объем и состояние процентов 85. Давайте глянем. Так, нет, ошибся я на самом деле. Не так много циклов 590 и состояние 91%. Ну да, возможно аппаратик пребывал какое-то время без пользования. Скорее всего так и есть. Ну и в данном виде, конечно же, еще послужит. Да, боюсь, что все-таки камере привет. Да, и судя по тому, как ее там прям зажало в корпусе. И прямо на ней такие дэмэджи, скорее всего, да, это все-таки привет камере. Ну ладно, дадим ей шанс, все-таки попробуем так поставить. Если нет, то поменяем. Тем более, что как раз-таки там владелец был согласен на ту стоимость, которая в данном случае еще и покроет замену камеры. Хотя камеры, кстати говоря, не дешевые. Всегда были. Так, окей. И впервые вообще вижу на самом деле, чтобы так загнуло корпус, что кнопку прямо зажало внутри корпуса. Прямо зажало-зажало. Конкретно вообще. Так, ну и да, новый корпус. Тут я рад на самом деле, что владелец оставляет его в прекрасном цвете, в самом лучшем. Так, так, так. Собираем. Продолжение следует... Так, есть, ребята, корпус собрал. Да, давайте основное, то, что нас беспокоит, это камера. Проверим ее. Дабы уже понимать окончательно. Блин, на удивление она живая. Ну вернее, не блин то, что я расстроил, а то, что я расстроен, а то, что я удивляюсь, как она вообще выжила. Это невероятно вообще. Да, все нормально. У нас есть фокус. У нас... Оп. Нет, все-таки ее закусывает, да, видимо, как-то. То есть было норм. И потом бац, и опять пошло мыло. Ну и плюс стали проглядываться, я вот заметил, прямо такие пятна какие-то непонятные на ней. Да, они обычно как-то странно себя ведят, но при таком дэмэджи это вообще не мудрено. Так, окей, ее сразу же меняем, и собственно нам осталось собрать, до собрать экран, поставить камеру и закрыть. Так, новая камера. Она недаром, кстати говоря, вот в таком вот боксе хранится, как раз таки для сохранности вот этого всего дела. Аккуратненько. Да, ребят, проверил камеру, тут уже продолжаю, продолжаю заканчивать. Все в порядке. Так, да, друзья, все, батареечку вклеил, проклеечку нанес, финализация процесса. Я не знаю, как-то вот нужно это завершить, да, вот то, что мы сегодня с вами общались. Что, какой вывод из этого можно сделать? На самом деле, я не знаю, как сказать. Нужно искать профессионалов своего дела. Ну вот как бы если переносить все вот это на нашу сферу, ну плюс-минус там на какие-то около тоже сферы обслуживания чего-то, нужно всегда искать профессионала. Профессионал не будет пытаться на вас там рубануть денежные средства. Он понимает, что если он, собственно, работает по-честному, на самом деле там цену не гнет, делает качественно, старается качественно делать, чтобы на всех этапах все были довольны, и он сам, и, соответственно, пользователь, потребитель, то все будет окей. Он будет, что называется, в шоколаде. Да, ищите профессионала в своем деле, это вот основной, наверное, такой момент. Не ваша задача углубляться в это Нашли профессионала и все в порядке Не нашли, по месту, пожалуйста, welcome to нам Так, я закрываю рот Да-да-да, да-да-да-да Ну и так, кстати говоря, еще один такой момент немаловажный Возвращаемся в обремена парочке подарочек Когда мы себе можем позволить сделать и защитный чехол Подарок, и я думаю, что стекло По нашим калькуляциям это окей Ах, желтенький, красавец Пойду чехол подберу и стекло Вообще, я бы хотел сделать, конечно, вот так Но боюсь, меня неправильно поймут Поэтому сделаем вот так Так, а стекло с обезечкой Да, легло как там и было Блин, он нереально классный вообще Желтый красавец вообще Да, друзья, я думаю, что можно вот это дело все завершить Вот это у нас расходка То, что у нас осталось Отвалилось Да, локально, пока Что, на этом все Всем привет Иди сюда Иди сюда